Протекающий потолок, сырость и лужи на полу. В общежитии по улице Стальского в Кизляре уже несколько лет течет крыша. Людям практически приходится выживать в нечеловеческих условиях. Моя коллега Патьмат Ханапова побывала на месте и узнала, долго ли еще ждать жильцам обещанного ремонта. Посмотрите-ка, какой у нас кошмар. Вот так мы и живем. Так они живут вот уже шестой год. Дождя жильцы этого многоквартирного дома ждут меньше всего. Во время осадков ситуация ухудшается в разы. Вода струями начинает лить с потолка. В ход идут тазы и ведра, которые, конечно же, ситуацию не сильно-то и спасают. Когда дождь, это вообще. Вот перестал сейчас дождь, и вот мне так и капает. Здесь капает ваня, там на кухне капает. Это что-то. Последствия неутешительные. На стенах плесень отклеиваются обои, и воздух очень влажный. А на потолке поселилась колония грибка. Протечка крыши уже не раз приводила и к замыканию электропроводки. Поэтому в коридоре темно. Иной раз жильцам даже страшно дотронуться до выключателя и розетки. У меня ребенок синдром дауна. У нас дома течет. На кухне свет вообще не горит, потому что я даже уже люстру поменяла так, чтобы она сверху текла. Такую подобрала люстру, понимаете? И течет он. И сырость. У меня ребенок два с половиной месяца гриппует. Он не выходит из этого состояния. И сейчас он болеет. Это еще вы видите только полную. Тут шпаши колотки бывают дождь. Пройти в магазин за хлебом невозможно. В этом аварийном доме проживают более ста семей. Хуже всего приходится жильцам верхних этажей. Поднявшись сюда на крышу, в принципе, несложно понять, почему у людей возникает такая проблема. Здесь нет наклонных плоскостей, которые способствовали бы к утечке воды. И защита тут заключается только в простом рубероиде. Сначала этот дом находился на балансе концерна Кэмс, представители которого игнорировали проблему. Затем в 2016 году было решено передать его администрации города. Ну и после этого, чтобы найти решение, потребовалось больше трех лет. На этот раз чиновники уверяют, в этом году ремонт проведут. Дом включит программу капитального ремонта. Какое решение видит все-таки администрация? В администрации нет таких денег делать капитальный ремонт. Капитальный ремонт кровли единственной, одной только. Порядка шести миллионов выходит. Мы надеемся, что в этом году уже будет включен программу краткосрочного ремонта. И в этом году будет ремонт кровли. Какой шанс, что в 2020 году все-таки они попадут в этот список? 99,9% нас заверили в фонде капитального ремонта, что они попадут. Но сейчас находятся документы на рассмотрение Министерства юстиции. Там они нас уверили, что после этой инстанции они перейдут с долгосрочного к краткосрочному. Как говорится, надежда умирает последней. Впрочем, оптимизма жильцам не занимается. Несмотря на удручающие бытовые условия, они пытаются скрасить свои будни яркими рисунками в подъезде. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Кизляр.